Сегодня вышел свет, очередной выпуск газеты «Лесни Кипра», и я хочу поделиться с вами главными новостями. Прежде всего, на второй странице газеты мы разъясняем, что же случилось, почему прервались переговоры между турко-кипорской и греко-кипорской общинами, что послужило причиной скандала. Причиной скандала послужило решение парламента отмечать в кипрских школах праздник в честь дня голосования за объединение с Грецией. Подробнее о том, что же произошло на самом деле, вы прочитайте на второй странице газеты «Лесни Кипра». Там же есть информация о том, что происходит в порту Лимассола. Я напомню вам, что порт Лимассола был недавно приватизирован в конце января. И частная компания, которая теперь отвечает за погрузку, разгрузку в порту, выяснила, что портовые краны не работают. Кроме того, компания постаралась внести какие-то изменения, какие-то нововведения в сам процесс оформления грузов, что вызвало задержки. И более двух тысяч контейнеров скопились в порту Лимассола. Грузовики ждали погрузки, ждали разгрузки. В общем, случился полный хаос. И потребовалось вмешательство президента страны, чтобы порт начал работать нормальным образом. Это была тоже очень важная новость. О ней писали все кипрские газеты. А мы постарались вам рассказать о том же, что все-таки там случилось и чего нам ожидать. Сейчас, к счастью, порт работает уже практически в нормальном режиме. Из тех новостей, о которых мы пишем в газете, я хочу упомянуть еще новость о стартапах, о новых проектах. Правительство Кипра решило поощрить тех людей, которые открывают новый бизнес. И теперь гражданам России, либо любой другой третьей страны, будет выдаваться виза. Сроком на два года, если люди начинают какое-то новое дело. Это по-английски называется стартап. И инвестируют в это дело от 50 тысяч евро. Напомню, что на Кипре действует еще и программа гражданства в обмен на инвестиции. Но суммы там совсем другие. Инвестиции начинаются от 2 миллионов. То есть за 2 миллиона и больше можно получить гражданство страны. А сейчас, инвестировав в бизнес 50 тысяч и больше, можно получить вид на жительство сроком на 2 года. Еще одна хорошая новость. Мы говорим о свободном рынке электроэнергии. Не секрет, что на Кипре электричество очень дорогое. И счета, которые мы получаем в конце каждой 2 месяца, выставляются счета, особенно зимой и летом, они очень большие по сравнению с средним счетом европейца. Так вот, теперь отныне можно покупать энергию, электроэнергию у альтернативных производителей. Напомню, что раньше, до сегодняшнего дня, все те, кто живут на Кипре, могли покупать электричество только у государственной кипрской электрокомпании. И цены на электричество на Кипре одни из самых высоких в Европейском Союзе. То есть хорошая новость в том, что мы с вами на электричестве теперь можем экономить, если мы правильно выбрали, конечно же, провайдера. Если мы правильно выбрали ту компанию, которая нам электричество поставляет. На этом я завершаю у нас небольшой обзор. Обо всем остальном вы можете почитать в газете «Весник Кипра». Приглашаю вас на наши два ближайших мероприятия. Первое из них состоится 4 и 5. И это будет выставка, традиционная уже выставка «Health and Beauty Expo». Она пройдет в районе старого замка Лимасола в большом выставочном центре «Кароп Милл». 4 числа, суббота, с 5 часов вечера мы вас там ждем. В воскресенье целый день. В одном месте соберутся более 100 компаний, работающих в сфере красоты и здоровья. И обычно выставку посещает около 3000 человек в день. Я надеюсь, что и вы в этом году сможете стать нашим гостем. А вот второе мероприятие касается бизнесменов, касается всех тех, кто занимается на Кипре бизнесом. Мы будем говорить об офшорных компаниях. Насколько безопасно сегодня являться владельцам офшорной компании, зарегистрированной, неважно где, на каких-нибудь там островах. Мы поговорим о налогообложении, мы поговорим о том, как европейские, новые европейские законы определяют владельца компании, налоги, которые возникают у такой компании. И даже поговорим о том, стоит или не стоит вообще заниматься офшорным бизнесом. И еще одна важная тема называется «non-domisile». Non-domisile – это термин, введенный в прошлом году на Кипре. Все те граждане третьих стран, кто прожил на Кипре менее 17 лет, могут получить значительные, значительные льготы по налогам. Итак, Михаил Соболев, офшорные компании, налоги, налогообложения, non-domisile, статус non-domisile. Об этом мы будем говорить 15 марта. И вся подробная информация в выпуске газеты, который вышел в пятницу, в эту пятницу. И я очень надеюсь, что мы с вами, дорогие читатели, будем встречаться регулярно не только на страницах газеты, но и на страничках нашего веб-сайта. Напоминаю, адрес www.vkcypress.com. Там новости публикуются ежедневно.